Книга «Открытым оком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 571. «Если человек лечит без денег и при этом говорит молитву, и перед ним горят церковные свечи, и стоят иконы, то в чем отличие целителя Пантелеймона от бабки Шептухи?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книга пророка Исаии 8.19. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к вшептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых о живых?» Василий Великий, 72. «Предавший себя волхвователям или неким подобным, да будет под епитемьею столько же времени, сколько убийца. Анкирский собор, 24 правило. «Волхвующие и последующие языческим обычаям или вводящие неких в домы свои ради изыскания волшебств или и ради очищения, да подвергаются правилу пятилетнего покаяния, по степеням установленным, три лета преподания и два лета молитвы без приобщения святых тайн». Святой Иоанн Златоуст говорит, что если лекари-шептуны даже имя Святой Троицы нарицают, то от них нужно бежать, как от лица змея. Для христианина даются только два земных врача – пресвитеры церкви Иакова 5.16 и поликлиника. Книга Иисуса Сирахова, 38.9.13. «Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву, и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий. И дай место врачу, ибо его создал Господь. И да не удаляется Он от тебя, ибо Он нужен. В иное время и в их руках бывает успех». Конец цитаты. «Все остальное от лукавого, и хотя бы тело развалилось на куски, хотя бы вся комната была наполнена червями, и каждый червь грыз тебя, как говорит преподобный Серафим Саровский, то и тогда бы стоило претерпеть это ради Царствия Небесного».